Запад все больше погружается в социальный кризис. В Беларуси удается удержать ситуацию под контролем. Более того, строить новые планы и думать о развитии. О повышении качества жизни в регионах недавно говорили на большом совещании с участием президента. Медицина, точки роста, занятость, повышение доходов. Определены параметры социально-экономического развития. Принят бюджет на следующий год. Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика «Простая экономика» прямо сейчас. Здравствуйте. Это «Простая экономика» с Алексеем Авдонином. На этой неделе тема повышения качества жизни в регионах стала ключевой. В 2023 году одним из основных драйверов роста экономики Беларуси наравне с экспортом будет внутренний рынок инвестиций в регионы. Основное внимание правительства к 11 городам с численностью населения 80 тысяч человек и более. Потенциал этих регионов высок. Это полтора миллиона жителей, 15% занятых в экономике, которые формируют около 30% промышленного производства и 20% экспорта. Экономическое развитие таких регионов правительство видит в создании точек экономического роста, поднятии социально-культурного уровня жизни, повышении привлекательности для людей. Но какое экономическое становление может быть без развития медицины? 5 декабря президент обсуждает с медиками вопросы повышения уровня медицинского обслуживания в регионах. Если у нас государство для народа, так и народ надо лечить. И неважно, где он находится и к какой категории граждан относятся. Люди – это наше основное богатство. Для исключения оттока и дефицита медицинских кадров важно поддержать их материально. Государство смогло за два последних непростых года сработать эффективно и накопить средства на поддержание уровня материального обеспечения медиков, учителей, воспитателей, работников культуры и социального обслуживания населения. Из резервного фонда президента Беларуси на эти цели будут направлены более 130 миллионов рублей. А сейчас ответьте себе на вопрос. Могло ли государство осуществить теперь такие выплаты работникам, если бы мы поддались общей панике в 2020 году и ввели локдауны, остановили предприятия, всю экономику? Вряд ли. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Европа теперь испытывает максимально негативные последствия от локдаунов. Нищета, банкротство, безработица, пандемии. Добавилась политика санкций в отношении России и Беларуси. Европа самостоятельно перерезала доступ к дешевым энергоносителям и стала заложницей дорогой нефти и газа от американских корпораций. В таких условиях экономика Европы стала быстро увядать. Срочно потребовалось какое-то спасительное средство. Выходом стал старый колониальный метод. Неважно, какие мировые цены на сырье, Европа будет покупать нефть по своим ценам. 50 долларов за баррель, а может по 30, а может и по 5-10 долларов. Это грабительская схема неравномерного обмена со времен конкистадоров. Обмен золота на зеркальце. Но времена уже другие. Лимит цен на российскую нефть приведет к коллапсу мирового рынка энергоресурсов. Возникнет дефицит глобального масштаба, а цены резко вырастут. Но главное, Евросоюз, административно установив цены, тем самым убил всю свою пресловутую рыночную экономику. Почему они так сделали? Для Европы это последний шанс удержать свою экономику от обвала. Европе без низких цен на нефть не избежать и социальных протестов. Сейчас характерный признак недоверия к власти европейцев – это массовый подрыв населением банкоматов. Так, в Германии 2022 год уже стал годом взорванных банкоматов. 450 случаев – рекорд за всю историю ФРГ. По данным Европол, такая тенденция характерна для всех стран Европы. Как видим, либо государство занимается своими людьми, либо население взрывает экономику. Это была «Простая экономика» с Алексеем Авдонином.